Итак, спасибо огромное всем, кто присутствует здесь. У нас очень интересный повод очередной. У нас в гостях Богдан Ткачук, известный волонтёр группы Вильнюк Люты, Екатерина Ерейска, автомайдан Харьков. И Катю и Богдану представлять особо не надо. Харькове у вас многие знают, над чем вы занимаетесь. Ну, в хорошем смысле очередной успешный проект, который уже результативно окончился. Да, опять же, я понимаю, что хорошо бы всё-таки нам прийти к тому времени, когда проекты будут совершенно другим заканчиваться, покупкой абсолютно других вещей. Но мы таким образом спасаем жизнь тем, кто берёт в руки оружие с украинской страны. Поэтому это и будет основным посылом в таких проектах. Спасти жизнь конкретному человеку. Катя, слово тебе. С чего всё в этот раз началось? Ну, и чем... Кому в руках окажется этот инструмент? Это уже наш третий проект с добровольческим батальоном «ДУК». Правый сектор. Идея была в том, что, ну, во-первых, надо знать особенности ДУКа. Это абсолютно добромоческий батальон, который не стоит на снабжении ни в Министерстве внутренних дел, ни в Министерстве обороны. Поэтому оружия у них там нет. У них есть только личное оружие и трофейное. Ну, и трофейное оружие, оно оставляет желать лучшего там по качеству. Значит, и поскольку ДУК, ну, как-то они стараются развивать как такое высокоорганизованное, современное такое военизированное подразделение, то реально не хватает хорошего высокоточного оружия для выполнения определенных функций. Ну, и вот мы с самого начала, такая установка у нас была не на то, чтобы купить, а бы что-нибудь, лишь бы стреляло, а вот именно купить то, чего не хватает для каких-то задач боевых. Ну, и вот данная винтовка, она предназначена для снайпера, который воюет там на передовой в Песках. Очень талантливый парень, который совершенно самолучка, никто не учил, он учился по книжкам. В общем, он владеет всем, ну, не всем, это как бы снайпинг, это такое, как бы искусство, которому можно всю жизнь учиться. Ну, по крайней мере, то, чего он достиг за этот год, это очень большой результат. И он, у него, ну, было СВД, вот Богдан, он там покупал, там, привозил один прицел, второй прицел на этот СВД. Ну, вот возможности этой винтовки он уже, как бы, исчерпал. И, ну, ему нужно было уже что-то другое. Ну, и потом, там чисто те боевые задачи, которые перед ним стоят, ему нужно стрелять на определенное расстояние. И получается, что если он, ну, у него в руках оружие, которое стреляет на небольшое расстояние, то ему нужно, значит, подходить ближе, там, рисковать с собой, да, своей группой этой. Ну, поэтому это действительно винтовка, купленная для его защиты, чтобы он мог это делать с большего расстояния. Богдан, насколько я знаю, конкретно вот эта винтовка куплена не в Харькове, вы ездили за ней? Мы ездили за ней в Запорожье. Принадлежала уже одна спортсмену, кто занимался много лет снайпером, это специалист своего дела, скажем, да, и который фанат оружия, фанат перепасов, у него большая своя коллекция. Ну, в связи с последними событиями в стране, за год, скажем, снайпинг, очень стал дорогостоящим удовольствием. Каждый выстрел стоит очень дорого. Поэтому те ребята, с которыми он даже общался, проводили соревнования, в данный момент, ну, либо распродали, либо распродают свои. Дорогостоящий и странный, честно говоря, во время войны. Да, странно, очень дорого, учитывая цены, там, доллары, все, что происходит в стране, и проводить эти соревнования, ну, уже это же те люди, которые считываются замужними, скажем, для них уже это проблема. Поэтому они продают излишки оружия. В данном случае вот эта винтовка, которую он купил год назад, сделал всего лишь 30 выстрелов, она доработана для, именно для снайпинга, для высокоточной дальнобойной стрельбы. Вот для себя я ее делал, здесь заменены некоторые блоки, я уже не буду уточнять технические характеристики, но там спуск сделан, другой, совершенно спусковой механизм, другой. То есть она еще модифицирована? Она модифицирована под снайпинг. Он взял ее в голову, скажем, на Реннингтон, на Реннингтон 700. СПС серия такая, у них есть Балис, называется. Это высокоточное оружие, это вармин стволы. Вы видите, что это толстый ствол, который при стрельбе дает максимально точные показатели на предельнобойной стрельбе. Зачем нам нужно именно это? Много там в фейсбуке спрашивают меня, спрашивают Катю, объясните, почему это, почему не ту, а можно было бы как-то купить что-то другое, в другом калибре. И дешевле или чем? Разные аргументы. Может быть дешевле, может быть более мощный калибрь, есть килоплак, есть там 50-е американские бары, например, которые есть несколько штук, там, он был, по-моему, на вооружении, я видел, в тех же Песках они приезжали. Да, но это стоит огромных денег, по-первых, и, во-вторых, невозможно купить в нашей стране. Уже год действует эмбарго на ввоз оружия. Это касается охотничьего, может быть какие-то элементарные охотничьи вещи, которые могут везти, но они не годятся для армии. Это наши друзья Соединенные Штаты Америки, Евросоюз или эмбарго, потому что у нас идет война. То есть, таким образом, в кавычках, они нам помогают защищать свою страну. Это было завезено до 2000, в считать, там, от зимой, вот как она была завезена, сюда он ее купил, и он ее доводил, скажем так, дома. Стреляет она, именно вот эта винтовка, теми патронами, вот самым, кстати, он делал патроны. Стреляет она километр, километр 200, точная стрельба идет. По сравнению с СВД, это, ну, средняя, точная стрельба, примерно, 500 метров. Непосредственно в Песках проблема, в чем произошла, почему мы именно дальнобойную захотели. Он прекрасно справлялся с СВД, он отлично с ней, с ней на 16-й переработает, но противник находится одних 400 метров, 500, вот они присосались, это слово так называют, к этим пескам, и готовятся к штурму. Дальше, за спиной, у сепаратистов, до Донецка, где-то километр-полтора, это открытое пространство, где они двигаются, где они там передвигают БТРы свои, выполняют запасы, ну, в общем, происходит движение. То есть попасть туда, остановить их невозможно. Они совершенно свободно себя чувствуют, при этом ведут обстрелы песок, ведут из гранатометов, различных автоматических систем, пулеметы, все это стреляют, они себя чувствуют замечательно, ходят в полный рост, и все хорошо. Мы-то туда вывозим периодически трехсотых, и так далее. То есть, для того, чтобы они не могли этого делать, это, в принципе, защита тех людей, которые находятся на передовую. Они не атакуют Донецк, они не штурмуют соседние села, они находятся в обороне. Они не собираются, по крайней мере, ну, пока, наше правительство и тот же ДУК не собирается штурмовать, да? Это нужно для защиты вот тех людей. То есть, чтобы они могли вовремя обезвреживать тех сепаратистов, которые идут там. Поэтому, можно дистанция более 2 километра. Сколько людей участвовали в покупке? Где-то есть, да? Я понимаю, что суммы, наверное, от гривны до бесконечности. Да. Даже сложно сказать, но вот мне, ну, по крайней мере, 50 там с небольшим человек передавали деньги. Но это опять неправильно, потому что за некоторыми передачами, вообще за каждой передачей у каждого человека есть семья, да? То есть, это не один человек. А было такое вот, например, мне прислали деньги из Америки и там еще сумма была, я уже не помню. 460, по-моему, 440. Что-то там 48, 448 долларов или что-то такое. Значит, то есть, это люди собирали, это не один человек собирал, это вот они там, ну, какое-то количество людей собрали, я даже не знаю, сколько. Поэтому, сложно сказать. ну, и Богдану передавали деньги. То есть, ну, где-то от 70 до 100 человек это точно. Минимальная сумма, наверное, была 100 гривен. Да, минимальная была 100 гривен. 5 жут долларов, если я не ошибаюсь. Это наша канадская диаспора. Ну, тоже диаспора, да, допустим, я не один человек. Вы покупали гривнев, мы провалились, вы попали вот под этот риский скачок? Ну, мы его, скажем так, успешно преодолели. Решили эти проблемы? Да. Я предложу присутствующие вопросы. Есть вопросы? Можно я? Да. Я просто активно наблюдала за вашими отчетами. Они имели несколько такой нестандартный вид, то есть и принадлежность, кому передавались деньги, и деньги в руках вообще того, кто собирал. Вы считали количество фотографий с этими средствами? Постановочные кадры, да. Полтора месяца, и практически каждый день появляется какой-то пост или от Кати, либо от меня, там, с фотографиями этих денег, с фамилиями, если нет, пожелали им указывать, чтобы им указывали, эти фамилии, жертводавцы, и вот каждый день мы что-то там туда же не писали. Поэтому, как правило, писала Богдан и я, вот считайте, это почти полтора месяца. Длилась, да? Ну, закономерный вопрос. Who's next? Есть у вас уже на примете? Ну, поскольку третий солдат уже имеет возможность быть по последнему услугу, да, в химиотехнике экипирован. Я думаю, что есть у вас на очереди наверняка ребята, которые ждут. Еще пока. Ну, и вы, соответственно, уже вызываете доверие. Дело в том, что это должен быть заказ вот именно, во-первых, от конкретного человека, во-вторых, от конкретного человека, чтобы не просто он, вот я хочу, да, а чтобы за этим стоял его командир, интересы его группы, интересы Дука в целом. То есть, это, как бы, не так просто. И потом этот проект еще не закончен, потому что нам нужно еще ее подготовить, ее нужно пристрелять, ее нужно обеспечить боеприпасами. Стоит вопрос еще с прицелом, поэтому вот пока еще мы этим проектом занимаемся. Ну, как правило, вот как только мы заканчиваем, сразу что не подходит за следующее. А как документально она оформляется? это уже конкретно оружие конкретного человека? Все вот эти три проекта, они оформляются на конкретного человека. Все абсолютно легально. Это совершенно законное приобретение личного оружия. и ну это вот в этом была идея проекта о том, что это оружие должно быть личное и выбирались для проекта люди, в которых мы уверены, которые давно уже на передовой, которые себя проявили, они ну такие морально устойчивые, с нормальной психикой, да, там совершенно надежные люди, патриоты, которые мы понимаем, что они не бросят там сейчас военные действия, там они будут заниматься там обороной, как это, обороной, да, там нашей страны, где бы они ни были, да, и когда допустим, ну закончится война, то эти люди вернутся домой, но это будет их личное оружие, они будут готовы защищать нас тогда, когда это понадобится. Вы представители двух довольно серьезных общественных организаций, сейчас инициатива общественных организаций довольно успешно лоббирует какие-то законы, какие-то принимают, ну, способствуют принятию каких-то серьезных решений. Если в планах, не знаю, инициатива в целом по вооружению Бука, ну, какую-то системную, у нас в конце концов есть свой батальон, вы с ними достаточно серьезно контактируете, есть ли понимание, как ребята вообще будут вооруживаться? Здесь сложный вопрос, это все связано с законом ношения оружия личного, не ношения, скажем, а охранения, она же может только охотничек купить, понимаете, и, насколько я знаю, в Верховной Раде два ряда закона проекта сейчас лежат в комитетах на рассмотрении, чтобы отменить это, каждый гражданин, если он психически равновешен, комиссию прошел, у него определенный возраст есть, он 25 лет, и он может купить прийти себе оружие, да, у нас сейчас это все как будто, ты не имеешь права носить, ты не имеешь права без чехла, ты не можешь, тебе 25 лет не исполнилось, нужно идти в различную систему, там не все так просто, мы же принимаем прекрасно, все-таки милиция, да, и это затрудняет, и, естественно, реально в магазинах сейчас мы можем купить автомат калашникова, который предназначен для охотничьих цепь, на зарядной, ну тот же калашник, собственно, им вооружаются, они стоят огромные денег в наших магазинах, почему такая цена, мне понять сложно, это больше 20 тысяч ривен, казалось бы, далеко не лучший продукт в мире калашников, но вот так, если, меня интересуют эти вопросы, просто мне хватало времени заняться, но ребята подслеживают ситуацию по этим законопроектам, это бы решило очень много вопросов, это снижение цены, возможность завозить сюда, другие, скажем, вот такие европейские калибры, это 223-й РМ, на котором вооружена армия НАТО, вот будут за сравнение, автоваз, они вооружены, это сюда можно завозить, вкомплектовать, две предыдущие винтовки, вот Катя покупала, они были вот под этот патрон, если не ошибаюсь, 22 стрелями, это штурмовая винтовка, которая находится в руке, ну, извините, она стоит огромных денег, если за налог, из каких-то проволочек, накруток с дозволами, совсем остальные, выходит огромные суммы денег, а еще нужно обеспечить боеприпасами, если, допустим, тот же калашниковский патрон, он есть в войсках, и можно как-то там, ребята с другого, с другим батальоном обращаются к ВСУ, и они выделяют боеприпасы в определенном количестве, регламентированно как-то, выделяют, то есть здесь приходится покупать, и даже не возятся, вот этот патрон, это, шикарный патрон, стоит 4,5 доллара, вот один, можно купить что-то дешевле, но на районе километра, когда она будет стрелять, куда она полетит, это вопрос темно, и пусть, он не попадет, это руки на триде, нет, то есть туда нужен качественный патрон, потому что после выстрела снайпер обнаруживает свое место, он должен попасть, и он должен сделать свою работу, а не стрелять там, пачки, и не поднять. То есть помимо того, что вы обеспечиваете солдата винтовкой, вы еще и будете системно обеспечивать патроны. Ну вот, по поводу вот этого уже, да, мы сейчас решаем вопрос, где, как брать, сконсультируйтесь с экспертами, с оружейниками, с протонцами, магазинами, поскольку, как бы, разные предложения, а патрон должен быть и единый, выбранный раз и на долго, поскольку, человек, когда он не стреляет на дальнее расстояние, должен пристреляться именно к этому патрону. При смене патрона уже идет совсем другое, то есть, опять-таки, нужно делать на стрел, тратить время, тратить деньги, которые строят эти патроны, и настрелиться под другой патрон. 4,5 доллара, ему там какое-то количество выстрелов сделать, да, представьте. Они полетели, где возьмет в Дуки, на Шнайпе, там, такие деньги. Это же опять-таки, волонтеры, и в армию возьмут. Мы будем, конечно, обеспечивать, если люди будут помогать, будем обеспечивать. Я бы хотела добавить вот по поводу вопроса Наташи о законодательной инициативе. У нас сейчас нет возможности этим заниматься, потому что мы занимаемся практической работой. Но такие успешные проекты, они ведь влияют и на то, что потом, допустим, поднимают вопрос ДУК, или там вообще... Депутаты, общественные организации, допустим, тоже могут, опираясь на наш опыт, тоже могут продвинуть где-то решение этого вопроса. Ну да, то есть в любом случае мы же понимаем, что довольно много в руках общественности здесь сейчас. И на самом деле это сильно влияет. Действительно, как бы там ни было, как мы не привыкли думать о том, что от меня ничего не зависит, и тут все-таки ситуация меняется. Спасибо вам большое. Хотелось спросить вопрос оружием с боеприпасами. Уже говорили, насколько закрыты статьи по форме, по каким-то потребностям ДУКИ? Ну, понимаете, там же все время какие-то потребности есть, потому что вот сейчас меняется сезон, да, там нужно перегивать другую форму, например. Значит, ну, то есть сказать, что армия обеспечена, мы не можем, А ДУК-так тем более, потому что там все на баллондюрах держится, поэтому потребности есть, все есть, конечно. Ну, если, допустим, многие, скажем так, занимаются там, не знаю, продуктами, там, одеждой, там, то, то, что нужно всегда, то, что, да, ну, как бы, здесь обычно больших проблем нет, то вот такими проектами, которые взялись мы с Богданом, конечно, это единичные проекты, раз уже мы вытянули, то... Когда состоится передача этого? Ну, передачи в руках уже состоялась, потому что этот счастливый обладатель этой винтовки, он ездил с нами и забирал ее за порожьем, то есть он уже в руках ее держал. Да, значит, сейчас у нас, нам предстоит работа, нужно, ну, часть работы выполнить здесь, по пристрелке там и так далее, и мы этим будем здесь заниматься, а потом, собственно, будет такой торжественный момент, мы поедем с ним в ДУК, отвезем его уже с винтовкой, с обеспечением всем-всем-всем необходимым, вот тогда будет у нас еще один такой ключевой момент. Ну, надеюсь, что это будет... Мы постараемся зафиксировать. Ну, по этой винтовке осталось еще боеприпасы, закупить они и сейчас есть, почти решили, это вопрос, какой бы он занимает байприпас, и вопрос с прицелом. То есть, вот этот прицел нашим подарили спонсору, прицел неплохой, на первое время будет достаточно, из-за того, чтобы наш снайпер адаптировался к этой винтовке, да, но со временем это, чтобы приобрести более дорассовую что-нибудь прицел, где-то, может, есть люфи, люфи, или что-нибудь такое. Кроме того, да, еще возможно, вопрос с глушителем, мы решаем вопрос с глушителем, потому что тоже такой сложный вопрос оказался, ну, глушитель может серьезно повлиять на баллистику, поэтому для безопасности снайпера нужен глушитель, да, но глушитель, опять-таки, хороший, потому что иначе это не только... это индивидуальная подборка, да, то есть, в общем, тоже еще пока этот вопрос открыт, наверное, мы пока, ну, может быть, отставим это на второй план, это мастер, который изготовляет индивидуальный этот глушитель, еще один мастер нарезает резьбу, вот они должны все это вместе скомпоновать, установить, и отстрелять, и понять, влияет баллистика, не влияет, там, это все очень тонкие, такие, материи, ну, из-за того, что на очень большое расстояние стреляют, точность очень большая, и любое, там, вмешательство, оно может вызвать очень значительное отклонение в полете пули, поэтому здесь это настолько тонкая вещь. У нас нет еще вопрос? Спасибо огромное, все-таки успехов вам в следующих проектах. Спасибо. Спасибо.